Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы – скандинавская ходьба. Этот вид спорта в последние годы в нашей стране стал очень популярным. В городских парках и скверах очень часто можно увидеть мужчин и женщин, разгуливающих с палками. Если раньше прохожие оборачивались, улыбаясь им вслед, то сейчас они смотрят с уважением и одобрением. Этот способ поздравления оказался на редкость эффективным, приятным и доступным. Скандинавская ходьба тренирует 90% всех мышц тела, сжигает до 46% больше калорий, чем обычная ходьба. При движении уменьшает давление на колени и позвоночник, улучшает работу сердца и легких, возвращает в полноценные жизни людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. И это далеко не полный перечень плюсов скандинавской ходьбы. Что же в ней особенного? Какие палки для нее нужны? И какая техника правильная? Об этом и о многом другом узнаем через минуту. Скандинавская ходьба с палками – это особый вид двигательной активности, который объединил в себе сразу несколько технических элементов из разных видов спорта. Палки подбираются по росту человека в зависимости от уровня его физической подготовки. Именно за счет давления на палки включаются в работу мышцы спины и верхних конечностей, чего нет, например, в беге. За счет регулирования скорости ходьбы и длины палок можно уменьшать или увеличивать физическую нагрузку. Врачи ЛФК часто используют ходьбу с палками при работе с пациентами после операций. Итак, еще раз назову тему нашей сегодняшней программы. Мы будем говорить о скандинавской ходьбе. А в студии у нас главный врач Новгородской центральной районной больницы Алевтина Николаевна Рыжова. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады видеть вас в нашей студии. И руководитель Новгородского отделения Всероссийской Федерации Северной Ходьбы, именно так называется еще скандинавская ходьба, Надежда Александровна Пильгимяйнин, известная общественница в Великом Новгороде. Кто вас только не знает, Надежда Александровна. И вас тоже, кстати, Алевтина Николаевна, как мы уже убедились в этом. Итак, скандинавская ходьба. Вот вы как врач-терапевт. Расскажите нам, пожалуйста, Алевтина Николаевна, вот с медицинской точки зрения, что позволяет улучшить в организме человека этот вид спорта? Ну, когда мы говорим про скандинавскую ходьбу, не я первая и далеко не последняя, кто говорит о пользе. И, наверное, многие врачи говорят о многих каких-то факторах, что полезно, но всегда пациент ставит это под сомнение. Поэтому вот я не случайно, я никогда не скрывала того, что когда я рекомендую чем-то заниматься, я могу назвать свой собственный опыт использования. И вот когда мы говорим про скандинавскую ходьбу, да, я в числе, наверное, первых в Великом Новгороде, кто очень активно начал пропагандировать данное занятие и заниматься этим сама. Где-то с 2011-го, с 2012-го года я увлеклась скандинавской ходьбой. Это было не совсем просто доказать, что это не смешно. То, что люди, когда вспоминают про скандинавскую ходьбу, они почему-то это ассоциируют именно с пожилым возрастом. И меня-то подтолкнула к этому встреча с очень интересными людьми. В частности, есть и был директор санатория «Одесско-сельский». На какой-то из конференций мы столкнулись, и при личном общении он заразил меня этой идеей. Он является президентом на сегодняшний день кандидата медицинских наук, научным сотрудником Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Он главный врач в санатории «Одесско-сельский», и он президент русского клуба скандинавской ходьбы. Это был 2011-2012 год. И в 2012 году, после тяжелой операции на позвоночнике, я так считаю, что благодаря именно занятиям скандинавской ходьбы я очень быстро восстановилась. То есть я очень быстро вернулась к работе, я очень быстро восстановилась к обычному режиму, без каких-либо ограничений физической активности. То есть, несмотря на ограничения послеоперационные, ежедневные, постоянные занятия скандинавской ходьбой с 2012 по 2019 год, привели к тому, что я практически нет ограничений, связанных с последствиями операции. Неоднократно наблюдала за вами в вашей больнице, в Трубичино, насколько стремительно вы двигаетесь по больнице, и при этом на высоком каблуке. Да, то есть последствий нет, и полностью восстановление позволяет мне не ограничивать себя в выборе обуви, в том числе и любимая всеми женщинами шпилька. Не ограничивать в занятиях, в других спортах, я люблю велосипед. Для тех, кто перенес подобную операцию, знают, что это, в общем-то, не совсем рекомендуется врачами. И любые какие-то быстрые бег и ограничения, то есть здесь ограничений нет. Говоря про скандинавскую ходьбу, о чем мы говорим, почему это так полезно? То есть я начала со своей личной истории. Ведь когда скандинавская ходьба... Я не так начну. Начну с того, что мы, врачи, любим рекомендовать. Когда мы говорим, занимайтесь спортом, причем это мы говорим всем, начиная с ребенка, которого освобождают по состоянию здоровья от занятий физкультуры, но тем не менее ему рекомендуют заниматься физкультурой. Мы говорим больным со сбыточным весом, вам нужно похудеть, нужно заниматься какой-то физкультурой, спортом. Двигательная активность. Нужно активно двигаться. Мы говорим людям с заболеванием сердечно-сосудистой системы, с гипертонической болезнью. И никто не говорит, как пациенту с давлением по 200, каким спортом он должен заниматься. Как может человек с весом за 100, а то и 120, какую двигательную активность. И понимаем, что неправильная двигательная активность может привести, наоборот, к плачевным результатам. И вот при всех этих вариантах скандинавская ходьба является такой палочкой-вручалочкой. Она позволяет регулировать нагрузку, она позволяет выбрать правильный темп. И что самое главное, она запускает больше 90% мышц, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человека. В чём смысл скандинавской ходьбы? Любые животные у нас ходят на четырёх точках, опоры на четыре точки. Вот запомним этот момент про животных, которые уходят на четырёх точках. У нас просто есть телефонный звонок. Вот мы даже ещё не объявляли, но уже звонок есть. Если позволите, послушаем. Мы слушаем вас. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот как пациентам с весом за 100, 120 не вредит ли длительная ходьба нагрузкой большой, долгой на суставы ног? Вот то, о чём я начала. Действительно, большой вес. И мы говорим, вам надо двигаться. Вот все врачи скажут, что надо двигаться. Вопрос как? Вредит или не вредит скандинавская ходьба? Если мы будем делать это неправильно, это будет вредить. Скандинавская ходьба позволяет выбрать правильный режим, правильный темп для конкретно данного пациента, человека, при его особенностях, с его весом, с его физической активностью, с его физической подготовкой. Поэтому здесь вес, большой вес и сопутствующая другая патология не являются противопоказанием. Вы говорили о четырёх лапах. О четырёх точках, да. То есть животные у нас ходят на четырёх точках. Мы прекрасно знаем, что опор идёт на четыре точки. Человек ходит на двух ногах. И 15 атмосферных тонн. Позвоночник должен быть правильно. Детей мы учим, держи спинку, расправь плечики, не болтай руками. Вот насколько это правильно? Наверное, не очень. Потому что когда мы разбираем технику скандинавской ходьбы, весь смысл в том, что мы вес тела переносим с опорой на четыре точки. И двумя вот этими недостающими у нас становятся как раз две палочки скандинавских, на которых мы перераспределяем вес тела. Это позволяет снять нагрузку с голеностопных суставов, с коленок, с тазобедренной, разгрузить позвоночник. И что самое главное, задействовать мышцы верхнего плечевого пояса, которые при обычной ходьбе и даже при беге практически не работают. И при велосипедной езде. И при велосипедной езде тоже. Это как раз служит тем, что вес и большой вес не являются ограничением. Нужно просто правильно выбрать темп, исходя из особенностей конкретного человека. У нас новый звонок прямой эфир. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот доктор сказала, что скандинавская ходьба желательно не только пожилым людям, как говорится, но и молодым. А я хочу вопрос задать по поводу совсем молодых. Вот те школьники, которые у них бывают искривления позвоночника, вот это помогает хождение? Особенно на уроках физкультуры у нас сейчас лыж нет, потому что темы нет. А вот как бы на уроках физкультуры желательно, чтобы тогда, если это помогает, то чтобы вводили в школу скандинавскую ходьбу. Спасибо. Ну вот здесь я хочу сказать, что в принципе в основе методики скандинавской ходьбы есть такая фамилия Лиена Аскейлайнен. Это была сельская учительница, она родилась в 1939 году. И в 1966 году, она тогда работала в Выборге, она подумала, как задействовать детей, школьников, которые по состоянию здоровья не могли посещать уроки физкультуры. И вот тогда она разработала эту методику ходьбы с палками. Затем позже, когда она уже была профессором кафедры физкультуры в 1987 году, она провела лично первую публичную демонстрацию скандинавской ходьбы и показала все плюсы данного занятия. И как раз то, что касается детей. Именно вот, скажем так, с этих деток, имеющих определенные ограничения физические, началась разработка техники скандинавской ходьбы. То есть я думаю, что сейчас не совсем правильно, когда ребенок, имея какие-то проблемы, он просто выводится из урока физкультуры. И все. На этом все заканчивается. То есть физическая нагрузка именно в разрезе объема программы общей школьной противопоказана. А что дальше? И я считаю, что, наверное, в будущем в школьной программе появится новый пункт, именно скандинавская ходьба для детей с определенными ограничениями именно в физическом развитии. Надежда Александровна, вот вы к нам сегодня пришли с палочками, и вы тоже уже давненько занимаетесь скандинавской ходьбой, даже объединяете вокруг себя людей, новгородцев. Вот, может быть, вы нам покажете правильную технику хождения и расскажете о том, какие же должны быть все-таки палки. Ведь их размер тоже имеет значение. Да, скандинавские палки подбираются по росту. Значит, желательно по программе оздоровления, с чего мы начинаем, под прямым углом. Я уже занимаюсь фитнесом, и поэтому у меня несколько выше. Здесь пол студии не очень удобный, но я вам с удовольствием покажу правила первых трех шагов. Я одеваю скандинавские палки-темлики, застегиваю. Правая рука на правую руку, левая на левую. Но вот эти темники, они позволяют палкам держаться и никуда не убежать. От человека. Очень удобно, да. И правило первых трех шагов, это мы идем, волочим палочки за собой. За собой. Привыкаете. Привыкаем. И добавляем палки. То есть они все время должны быть сзади. Опираемся на палки. По-другому у нас и не получится. Вот сейчас я вам покажу. Вот так должен выглядеть спортсмен. 20 метров вперед, палочка сзади распустили, у нас ладонь свободна. Здесь мы держимся, но не так, чтобы, не со всей силой. И вот так идем. Раз, два, три. То есть палочками мы отталкиваемся как бы. Да, мы идем на палках. Это действительно, вот движение показать, если. Раз, два, поднимаем, да. Значит, пол скользкий, но все равно хочется сказать, что массовая ошибка среди новгородцев, когда они вперед палки выставляют. Или очень широко идут. Поэтому старайтесь идти спокойно, ровно. Начинайте с правила трех шагов. И вот сильнее отталкивайтесь. У вас все получится. Для этого нужна практика. Маршрутов в Великом Новгороде много. Маршруты, вот мы вспомнили школьников. Значит, школьники, лыжники. По веселой горке подъем с палками и спуск. Это лыжники готовятся. И мы тоже у них подглядели. И всегда это упражнение называется между деревьями. То есть мы не всегда идем по плоской поверхности, меняем то в горку, то с горки. Маршрут вокруг Кремля самый лучший. Но, конечно, не надо забывать, что лучшие маршруты это все-таки Демянск, лесные зоны, Валдай, Акуловка, удивительный край. Поэтому в Новгородской области развитие скандинавской ходьбы, я думаю, будет скоро массовым спортом среди детей, школьников, студентов, работающих и пенсионеров. А вот что вы скажете про стопу? Как правильно стопу ставить? Очень часто в интернете мы видим, что просят ставить на пяточку, первый шаг делать. Поэтому начинающие спортсмены, они укорачивают свой шаг. Нужно думать о вынос ноги вперед, да, Людмила Николаевна, Алептина Николаевна, да? Вынос вперед ноги, вперед. И тогда вы будете идти более энергично, шаг у вас будет длиннее, потому что когда вы семените, что не полностью нагружаются руки, ноги, то есть вот и об этом и говорят, что это ошибки. Надо идти хорошим, энергичным шагом. Он не сразу у вас получится, но для этого нужна вот практика. Спасибо вам большое за то, что вы нам рассказали и указали на ошибки. Вероятно, что кто-то возьмет это на заметку. Запомните, что вы хотите сказать. У нас есть звонок. Мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я где-то читала, что якобы вот ходьба по асфальту очень вредна для сфтавов. А скажите, пожалуйста, вот относительно скандинавской ходьбы имеет ли значение покрытие, по которому ты ходишь, по земле или по асфальту? Спасибо. Покрытие имеет значение. Естественно, по земле ходить полезнее. Но если мы говорим про скандинавские палочки, здесь есть несколько насадок. Вот сама скандинавская палочка, она имеет острый кончик. Имеет острый кончик. Это как раз для ходьбы по земле. Так как мы переносим тяжесть тела на упор на палку, поэтому, чтобы она у нас не скользила, вот такой вот кончик. Но асфальтовая дорожка не является противопоказанием. У нас много асфальтовых дорожек, у нас парки заасфальтированы, поэтому можно ходить и по асфальту. Это не критично. Для этого существует вот такой сапожок, который надевается и который позволяет не скользить палки, потому что мы должны сделать на нее упор. И касаясь вот палки, часто в городе мы видим, идет кто-то просто с лыжными палками, с какими-то там деревянными. Неправильно. К сожалению, это неправильно, потому что для пользы скандинавской ходьбы обязательно, чтобы палка была правильная именно для скандинавской ходьбы. Здесь имеет значение, как я уже сказала, вот один конец палки, где идет упор, и второй обязательный – это наличие ручки и вот такое приспособление, которое называется темляк. Что он позволяет? Он позволяет фиксировать палку на кисте, потому что вот движение, когда рука уходит назад, начиная от середины бедра, кисть должна расслабляться, и на выходе кисть должна быть в расслабленном состоянии. Темляк позволяет не упасть палке, и сама форма темляка, когда идет обратное движение упора, вот ручка, она просто встанет в нужном положении, то есть не нужно принимать, думать, правильно я взялась, не взялась. То есть вот правильная палка для скандинавской ходьбы, она просто встанет правильно, как нужно, без каких-то дополнительных усилий. Поэтому, возвращаясь к тому, что хорошо или плохо ходить, когда мы говорим про спорт, для того, чтобы плавать, нужен бассейн, для того, чтобы заниматься каким-то другим спортом, нужен либо велосипед, либо зал, либо еще что-то. Для того, чтобы заниматься скандинавской ходьбой, нам не надо ничего, кроме наличия палочек, которые не так уж дорого и стоят. Все остальное, будь то асфальтовая дорожка, или это может быть просто пересеченная местность, это может быть территория где-то на даче, на огороде. То есть нам не надо какие-то приспособления. Удобная обувь и скандинавские палки. Это все для того, чтобы можно было заниматься оздоровлением и данным видом. Ну вот я смотрю на Илья Александровна, у вас палки уже определенной высоты, но вот у меня, например, палочка телескопическая, ее можно увеличивать, ее можно укорачивать. Существует формула, по которой можно рассчитать приемлемую именно для конкретного человека. У меня тоже телескопическая. Телескопическая. Но вот вы подобрали именно под свой рост. Под свой рост, потому что, участвуя в соревнованиях, не дай бог палка подведет, и ты подводишь всю команду, а мы выступаем за Новгородскую область. Это маршрут 6 километров, уже не вернуться, дополнительный инвентарь не переоденешь. То есть ты выбываешь из соревнования. И поэтому мы, в общем-то, активно агитируем за обычные, ну, стационарные это как бы считается, телескопические палки удобно в дорогу брать. Здесь я хочу добавить, да, когда мы говорим про соревнования и про участие, это, естественно, лучше уже подобрать палочку под рост. И все. А когда мы не касаемся на соревнованиях, когда мы начинающие, или когда мы занимаемся для себя, чем хороша телескопическая палочка? Мы всегда ее можем взять с собой. Мы можем поехать на дачу к друзьям, мы можем поехать в санаторий, мы можем поехать в Крым. Собственно, когда мы отдыхали, я всегда беру, у меня тоже телескопические палочки, я всегда их бросаю в машину, и в любом месте я всегда могу их достать и позаниматься. Очень приятно, когда ты ходишь и в Крыму, и в Санкт-Петербург, окрестности того же Петергофа. То есть в этом плане они удобнее для транспортировки, они входят по размеру чемодана. То есть телескопические это для любителей, а спортивные палки, они, конечно, стационарные. У нас новый звонок, прямой эфир, мы слушаем вас. Алло, Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне 65 лет, я хочу заниматься скандинавской ходьбой. Куда обратиться и где проходят занятия? Ага. Очень приятно. Конечно, сейчас 65+, пока рекомендовано не самоизоляция, а воздержаться от общественных мест, и наши группы сейчас работают в индивидуальном порядке. Ну, как только снимут все ограничения, когда люди выздоровеют, ну, не будет у нас этой инфекции, значит, ВКонтакте у нас есть группа «Будь здоров, занимайся спортом». Там вся информация есть. И там очень много информации, потому что мы занимаемся, скандинавы полюбили плавание, полюбили походы, полюбили спортивные лагеря, в санатории ездим, действительно, и поэтому там очень много полезной информации. Группа ВКонтакте «Будь здоров, занимайся спортом». Но я бы хотела сказать, замечательная группа будет в воскресенье в 11, она всегда есть, это в Кремлевском парке, уже много лет там занимается, они тоже есть ВКонтакте, будет, значит, клуб скандинавской ходьбы «Нордик». Затем у нас есть группа «Весело шагаем» в западном микрорайоне, это парк «Веряжский» и станция «Саковая». У них походы. И к ним присоединится. Вы находите группу «Весело шагаем». То есть все теперь скандинавы, они активные пользователи. Все «Весело шагаем». Да. Ну, так они называют. И в парке в 11 часов в Кремлевском парке в Великом Новгороде каждое воскресенье тоже сбор. И там можно подойти и у кого-то поинтересоваться, как же все-таки начинать, с чего начинать, какие палочки приобрести, как их правильно установить, какая формула там существует. По-моему, рост умножается на 0,68. Здесь очень просто. Нужно взять палочку, поставить, и угол должен в области локтя при упоре на палку составлять 90 градусов. То есть он не должен ни вверх, ни вниз. То есть мы ставим палочку, одеваем ее, и вот этот вот угол 90 градусов. То есть это будет, даже не рассчитывая какие-то формулы, каждая для себя может подобрать. Через какое-то время этого будет недостаточно, и вы захотите поднять палку, потому что вы похудеете, наберете сил, и вы уже пойдете заниматься систематически, вы поймете, вам этого будет недостаточно. И вот тут телескопическая палочка подойдет. И пригодится. Но вообще любые палки рассчитаны на 2-3 года. Поэтому их будет у вас несколько все равно палок. Да-да-да. Ну, честно говоря, я уже 3 набора купила этих палок. Один у меня здесь, дома, а два я увезла сестре на Украину. И когда я к ней приезжаю в отпуск, и даже вот в январе, когда я была у нее в гостях, мы вместе с ней ходили с палочками, потому что тоже на Украине была бесснежная зима, и мы наяривали с палочками. И вот сейчас я собираюсь в отпуск на Валдай, там в 20-х числах июля, и мы берем с собой палочки, будем ходить в Валдайском национальном парке. Так что мы, наверное, все втроем призываем всех в любом возрасте начинать заниматься. Здесь есть еще один маленький социальный аспект. Ведь это не просто тренировка физическая, это еще и социальная тренировка. Когда человек сидит один, даже в комфортных условиях, в четырех стенах, наверное, не хватает общения, не хватает единомышленников. Ведь скандинавская ходьба можно заниматься одному, но вот те группы, в которых занимаются у нас разные люди разных возрастных категорий, разных социальных слоев, это прежде всего общение. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, за то, что вы все это рассказали и показали. Я хочу вам сообщить, уважаемые телезрители, что это последний оригинальный выпуск программы «Скажите, доктор», так сказать, в этом сезоне, в летнем. До 3 августа в эфир будут выходить повторы программы «Скажите, доктор». Вы увидите выпуски, которые не теряют своей актуальности в летнее время. Ну а час выхода повторов передачи остается прежним в 12.40. Вот только позвонить в студию будет уже нельзя. С 3 августа прямые эфиры возобновятся, и вы вновь сможете задавать вопросы врачам-специалистам. Используйте летний период с пользой, ешьте фрукты, ягоды, овощи, травы, больше двигайтесь, высыпайтесь и старайтесь пребывать в добром расположении духа. Ну а на сегодня все. До новых встреч и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова